Варшава Недальновидная внешнеполитическая концепция Варшавы, основанная на бездумных антироссийских мерах, сыграла злую шутку с экономикой Польши. К такому выводу пришли журналисты информационного издания РДЖИ. Авторы материала подробно рассказали о русофобских финансовых решениях польских властей, а также объяснили, как последствия санкций против России толкают поляков на крайние меры. Обозреватели РДЖИ заметили, что на фоне противостояния России и Запада Польша продолжает принимать странные и довольно опасные антироссийские решения. Страна фактически заняла место в авангарде экономической атаки Европейского Союза на Москву. Такой подход уже сыграл с Варшавой злую шутку. Санкционные меры, которые были приняты польскими властями, нанесли серьезный удар по финансовому благосостоянию рядовых жителей Польши. Журналисты обратили внимание, что польское государство постепенно погружается в экономический кризис. В стране уже зафиксирована рекордная инфляция, которая привела к росту цен на продукты питания и коммунальные услуги. Такие последствия санкций против России толкают поляков на крайние меры. Резкое сокращение покупательской способности заставило местных жителей воровать продовольственные товары из магазинов. В прошлом году количество краж в стране увеличилось на 30% по сравнению с 2021 годом и на 60% по сравнению с 2020. Одной из причин сложившейся ситуации называют высокую инфляцию. При этом отмечается, что грабители покушаются в основном на недорогие продукты. Объяснили авторы материала. Беспрецедентный рост цен на продукты питания, который зафиксирован в Польше, может сыграть злую шутку с Варшавой. Нельзя исключать, что неблагоприятная экономическая ситуация в стране может спровоцировать серьезный политический кризис со всеми вытекающими последствиями.